всем привет меня зовут артем воронин и в этом видеоролике я хотел бы поделиться с вами своими впечатлениями от набора лего 10 274 госбастерс экта 1 приятного просмотра а свое начало эта история берет в новогодние праздники посмотрим что новенького на ютюбе по лего тематике здарова всем новогодний влог он выходит у вас уже под самый новый год потому что я снял его собственно сегодня сегодня выкладываю и я обещал вам видео что вы купить себе на празднике просто купите любой набор который продается в магазинах которым очень хочется все-таки это ваше мнение вам его собирать и вам потом использовать его или на полку или строить из него модели поэтому просто выбирайте сами какой набором нравится такой покупаете вот самый лучший вариант 31 конечно вряд ли но просто на самом деле вот сегодня вот будто свободное время будь отдыхать сойдите на бриклинг зайдите на авито вспомните какую-нибудь свою мечту которую вы очень очень сильно хотели отличная мысль почему бы и нет свое повествование я хотел бы начать с небольшой предыстории новой недавно появившейся серии в лего который этот набор и относится долгое время существовала такая серия creator эксперт которая как не трудно догадаться по названию была предназначена для более продвинутых строителей и творцов в ее рамках выходили детализированные копии автомобилей модульных зданий и различных достопримечательностей все эти наборы позиционировались не как игрушки а как экспонаты для полки который нужно долго и кропотливо собирать исходя из описанных выше вводных эти наборы получали соответствующее возрастное ограничение 14 а то и 16 плюс но с недавнего времени лего пересмотрели свою политику не знаю возможно до них дошло что среди поклонников их продукции очень много и взрослой аудитории и решили создать новую линейку наборов 18 плюс ее составляют наборы на разные темы и из разных серий каждый из наборов затрагивает какую-то свою область нам как бы говорят тебе нравится какая-то сфера вот тебе набор по этой теме собрав который ты сможешь лучше ею проникнуться и впоследствии у тебя на полке будет стоять атрибут с нею связанный лично мне очень нравится такое вот переосмысление и подобный шаг со стороны компании главное теперь чтобы вот это вот ограничение и рейтинг 18 плюс присваивался тем набором которые ему действительно соответствуют а такая история как была с набором ford raptor больше не повторялась иными словами это должно иметь не маркетинговую а практическую составляющую и так перед нами новинка 2020 года набор содержит 2352 детали цена в сша 199 долларов в европе 194 евро в россии 19 тысяч 999 рублей разумеется речь идет о сети магазинов мир кубиков если поискать потщательнее то можно найти подешевле но не более чем на две три тысячи как вы наверное уже обратили внимание коробки серии 18 плюс имеют свое особое оформление основная часть в черном цвете внизу есть своеобразный принт на котором изображено множество деталей соединенных нестандартным образом что как-то по-своему намекает на серьезность данной серии на задней стороне коробки модель показана с другого ракурса а еще там есть изображение ее фишек и кадры из недавно вышедшего фильма охотники за привидениями наследники ну и с учетом особенностей конкретно данного набора есть соответствующие тематические логотипы и надписи поскольку сборка этого набора разделена на этапы количество которых равно 12 внутри нас ждет множество пакетов с деталями соответствующей нумерацией помимо этого естественно в комплекте идет инструкция и наклейки с недавнего времени инструкции запечатывают в конверт остановимся на ней поподробнее обложка имеет нестандартное и довольно интересное оформление на ней представлен рендер автомобиля с какими-то такими вот интересными вырезами ни в одном наборе мне не встречалось такое решение но она мне очень понравилось на первых страницах изображены различные фотографии реального прототипа и кадры из фильмов ну и конечно же интересные факты о данной машине изложенные на английском языке с точки зрения деталей тут много всего и нового и полезного и интересного другой вопрос что любой набор подобной линейки можно назвать хорошим ресурс ником и наиболее актуально это конечно же будет для модульных зданий другой вопрос тут состоит в том что такую вот красоту купленную еще и за немалые деньги пускать на ресурсы мне как-то будет совсем уж жалко я считаю что все эти элементы наилучшее применение найдут в той модели для которой они собственно изначально и были предназначены а сама эта постройка будет стоять на полке опять же и радовать глаз но все-таки давайте пробежимся по некоторым деталям которые мне в этом наборе запомнились больше всего во первых это такая вот скругленная угловая деталь я считаю что она найдет и получит достаточно широкое применение причем в разных сферах и для самодельщиков которые любят создавать необычные и красивые формы она будет очень даже востребованной еще один новый элемент конкретно из этого набора который сразу приходит на ум это такой вот руль он является средним по размеру между уже существующими рулями в лего и если честно этой детали давно не хватало это выражено как минимум тем что после появления этого руля конкретно в данном наборе он встречается во многих других автомобилях из следующих наборов иными словами дизайнеры как будто бы отыгрываются за свое прошлое и это в лишний раз свидетельствует об актуальности данной детали еще каких-то новых деталей я сходу припомнить не могу но вы меня можете поправить в комментариях а я лично хочу отметить еще несколько деталей сейчас речь пойдет о элементах которые как мне кажется наиболее широкое применение имели в наборах 90-х и нулевых годов к таким деталям относятся такой вот конус площадью всего один студ прозрачно-красного цвета и такой вот скос 2 на 2 уже прозрачно-синего цвета отдельно хочу отметить принтованный тайл 1 на 2 серого цвета на котором изображена кассета на магнитной пленке дело в том что в до цифровую эпоху информация записывалась на различного рода носители такие как например магнитная пленка и в свою очередь для воспроизведения требовались специальные устройства такие как аудио и видео магнитофон и соответственно кассеты были двух видов большая черная это для видео маленькая это для аудио и почему я об этом говорю да все очень просто дело в том что мое детство проходило в нулевые и даже я немножко застал эту эпоху и в свое время видео мне заменял youtube аудиокассеты мне заменяли спотифай было время хотелось бы начать с размеров машины в длину она составляет 47 сантиметров в ширину 14 в высоту 22 и для того чтобы в наиболее полной степени проиллюстрировать размеры этого автомобиля предлагаю сравнить его с мустангом который я в свое время тоже обозревал у себя на канале и тогда он мне кстати также показался довольно таки большим и если в плане длины все понятно мустанг это мало того что седан так еще и купе а экто один универсал больше впечатляет насколько экто выше мустанга даже без крышевого оборудования разница высоте составляет где-то процентов 20 как минимум хотя у этих машин абсолютно одинаковый диаметр колес из чего можно сделать вывод что они плюс-минус в одном масштабе именно поэтому разница высоте меня и смущает если вспомнить прилагаемый лист наклейками то большая часть из них это имитация ржавчины но я решил их не клеить как минимум потому что это все будет выглядеть не очень-то и реалистично да и машина без признаков старения мне как-то больше по душе в плане некоторых деталей лего версия конечно же немножечко отличается от реального прототипа в первую очередь я имею ввиду линию остекления на передних дверях она под углом а в лего-машине прямая и лобовое стекло немного заходит на крышу если можно так выразиться к сожалению все ранее описанные особенности повторить в лего-модели просто не представляется возможным так как этого не позволяет существующий ассортимент деталей но лично я даже рад тому что от данных особенностей экстерьера пришлось отказаться потому что в настоящей машине они мне как раз таки не очень то и нравятся а в лего получилось ну грубо говоря золотая середина давайте пройдемся по всей модели и более подробно рассмотрим ее экстерьер и детализацию передняя часть великолепно смотрится переданы все ее элементы и особенности это и передняя оптика заостренный решетка радиатора и капот соответствующей формы передний бампер с подфарниками и номерным знаком крылья закругленные сбоку спереди и колесные арки довольно необычной формы на капоте есть имитация решета для воздушного охлаждения реализованных с помощью зубчатых систем рейк рядом с лобовым стеклом слева и справа располагаются зеркала заднего вида приятно смотрится остекление автомобиля чтобы его сделать по-нормальному то есть из прозрачных деталей было даже выпущено новое лобовое стекло и это радует очень приятно смотрятся формы дверей которые закруглены со всех сторон примечательно что это закругление реализовано даже на наклонных частях да и в принципе у этой модели переданы все линии кузова поговорим о задней части во-первых по бокам мне очень нравится как смотрятся задние крылья скошенные книзу и красные плавники которые наоборот устремлены вверх да и вообще эта часть машины тоже выглядит круто чем-то напоминает автомобиль газ 13 чайка данное сходство выражено как раз таки в наличии таких вот плавников только тот автомобиль все-таки лимузин а наша модель повторюсь универсал поэтому багажник и отличается тому же мне очень нравится как передано сужение кузова к центру что видно сзади и сверху обращаю ваше внимание на заднюю дверь у нее и форма тоже интересная и сама дверь располагается под наклоном запомните этот момент мы к нему еще вернемся большая часть элементов детализации все-таки сосредоточена на крыше первую очередь это мигалки расположены спереди и сзади куча дополнительных прожекторов синего и красного цвета еще очень радует наличие трубок различной толщины расположенных с разных сторон автомобиля и идущих от крыши к разным нижним частям кузова с левой стороны есть даже лестница сделаны при помощи двух черных деталей которые обычно применяются в наборах со зданиями красота такая лепота конечно же путем видеоролика крайне трудно передать всю степень крутизны внешнего вида этого автомобиля поэтому сейчас будет заезженная фраза о том что его надо видеть вживую но при этом совершенно не обязательно его покупать если вам посчастливится увидеть этот набор ну не знаю у кого-то в гостях или на выставке в музее поверьте мне вам очень крупно повезло и рассматривая эту машину вживую вы получите куда более интересные яркие и красочные эмоции все дело еще в том что на видео многие объекты кажется каким-то но не знаю плоскими что ли и впечатление о многих предметах смазывается и искажается эта модель интересна еще и с точки зрения тактильных ощущений когда ты всю жизнь собираешь лего ты на подсознательном уровне уже привыкаешь к тому что когда держишь ту или иную постройку в руках тебе в ладонь впиваются какие-то острые углы или что-то подобное но поскольку эта машина изобилует круглыми и плавными формами она ощущается в руках несколько приятнее чем другие самоделки и наборы и особенно сильно это чувствуется при взаимодействии с открывающимися деталями и элементами мы о них как раз таки сейчас поговорим и вы заодно увидите какие у этих частей необычные формы функцию модели довольно много предлагаю на часть открывающихся деталей ими являются передние двери а также боковая и задняя дверь и это при том условии что эта дверь расположена под углом на что я уже обращал ваше внимание еще одним открывающимся элементом является капот и я предлагаю детально изучить подкапотное пространство ибо она заслуживает отдельного внимания в первую очередь мы видим v-образный двигатель валы различного диаметра соединенные резинками которые имитируют ремни радиатор горловины и различные бачки для жидкостей с правой стороны есть даже аккумулятор с клеммами от которого отходит два провода хотя как говорил один классик неважно что у машины под капотом самое главное это то кто сидит за рулем ну а если серьезно то как вы уже поняли детализация в данной модели действительно находится на высочайшем уровне и продумано буквально каждая мелочь но на этом функции не заканчиваются у этой машины также реализовано рабочее рулевое управление причем есть ручка на крыше хок которая замаскирована под мигалку и при этом при ее вращении помимо поворота самих колес вращается еще и руль в салоне кстати давайте заодно посмотрим как машина ведет себя в движении из-за угла поворота колес радиус разворота автомобиля конечно великоват но ничего страшного а так из-за большой массы модель обладает хорошей инерцией катать ее довольно приятно ну и последние две функции связаны непосредственно со спецификой транспортного средства если можно так выразиться одна из них работает следующим образом при этом боковая дверь обязательно должна быть открыта далее с левой стороны есть специальная кнопка это кстати единственная деталь с наглейками ржавчины если на нее нажать с противоположной стороны выскочит такое вот кресло оно нужно чтобы охотиться на призраков в движении примечательно что это кресло не просто выдвигается но еще и разворачивается на 180 градусов что смотрится очень даже эффектно ну и заключительная функция сзади слева нужно отыскать небольшую конструкцию насколько я понимаю это имитация горловины бензобака так вот надо потянуть за нее и из-под заднего свеса выкатится небольшая конструкция на четырех колесиках это ловушка для привидений таким образом совершенно не обязательно быть фанатом франшизы охотники за привидениями чтобы проникнуться рассмотренным сегодня набором лично мне вообще кажется что он найдет свой отклик у огромного множества совершенно разных людей это могут быть как фанаты старых автомобилей так и непосредственно уже любители лего наборов которые любят проводить многие часы за сборкой изучая различные методики строительства и дизайнерские решения ко всему прочему это еще и прекрасный полочный экспонат который станет отличным дополнением к вашей коллекции автомобилей из других наборов поздравляю вас с уже наступившим 2022 годом в небо в первую очередь хотелось чтобы этот год порадовал нас новыми еще более крутыми наборами которыми мы будем искренне радоваться и вдохновляться по традиции также напоминаю вам что свой отзыв о данном видео или о данном наборе вы можете оставить в комментариях настоятельно советую включить и настроить все уведомления для того чтобы о появлении новых роликов узнавать первыми ну и конечно же я как обычно буду агитировать вас за то чтобы вы распространяли мои видео всеми возможными способами на всех площадках и во всех социальных сетях дело в том что для меня наиболее важным показателем на моем канале являются просмотры на моих видео и чем больше просмотров тем больше у меня будет мотивации выпускать новый контент и что самое главное делать это часто поэтому все зависит исключительно от вас ну а за сим как говорится разрешите откланяться всем успехов и вдохновения в этом году ну и до встречи в моих новых обзорах и роликах всем счастливо